Новая плойка поступит в продажу в конце этого года. И я почему-то уверен, что Эпи Гейм со своим Фортнайт успеет залететь на хайп-трейне даже сюда. Это только кажется, что у времени вагон и маленькая тележка, но оно пронесется, моргнуть не успеешь. Правда, это не работает в отношении нового сезона Фортнайт, который будет через 17 дней, а кажется, будто через 17 лет. Я все еще болею, поэтому без моего милого вашему сердцу лица. Поехали! В течение видео вы, кстати, видите людей, которые меня поддержали, ведя топ-тек, топ-тек и прислали скрин в предложку группы. Кстати, если ваша предложенная новость пропала, то значит вы попали в новое видео. Смотрите до конца. Фортнайт во всем мире, несмотря на общую любовь СНГ к персональным компьютерам, в основном играет на консолях, на плойке и иксбоксе. Кто-то даже извращается на свитче в 30 кадров, хотя на тех же мобилах или айпаде уже есть 120 фпс. Мощностей консоли сейчас явно не хватает для комфортной игры в соревновательные шутеры. И ключевое слово «соревновательные», особенно беря во внимание кроссплатформенность Фортнайта. Когда вы со своей плойки залетаете в катку с ПК, где, по мнению, большинство школьников и фпс больше, и управление легче. Что, конечно, не совсем правда. Думаю, каждый понимает, по какому принципу зачастую покупаются компьютеры домой ребенку. Мне вот, например, как человеку, который переиграл в Фортнайт на всех возможных платформах, очень понравился геймпад для стройки, редактирования и перемещения. Стрелять, конечно, тяжело, даже с имбовым аим-ассистом, потому что контроль этого соска прививается лишь с годами игрового опыта. Но я вижу в этом потенциал. Кстати, самое удобное прицеливание в Фортнайт, по-моему, несмотря ни на что, можно отдать мобилам и айпаду. Там можно невероятно точно целиться указательным пальцем. Но есть одна проблема. И она заключается в том, что палец вечно скользит по-разному. То вспотеет, то ноготь отрастет, ну и так далее. Так вот, о чем я там? Ах да, ПК, консоли, проседания. Для обычного паба консоль, наверное, идеальное решение. Да, всего 60 фпс, но у большинства вместо монитора обычный телек. Поэтому крутость высокой герцовки мне объяснить. Само комьюнити консольщиков это такие каноничные задроты под пивасники, играющие в FIFU, Mortal Kombat и лениво жмущие X в сюжетных играх, чтобы пройти очередную сцену без усилий. Лично для меня консоль это новый игровой экспириенс. И самое главное, возможность играть не задумываясь о том, что будет завтра. Ведь издатель все равно подгоняет игры под мощности консоли. Да, после патчей может проседать фпс, но это случается и на ПК с топовым железом. По себе знаю, но вот в соревновательный Fortnite играть с консолей тяжело. Поэтому большинство серьезных игроков уходит и забирает свой геймпад, чтобы играть с ним уже на ПК. Потому что плюсы такого перехода очевидны. Фпс там выше, возможность играть в 144, 240 герц и гибкая настройка графики. А вот что делать, если ПК нет? Похоже, новая плейка решит эту проблему. Правда, вам в любом случае к консоли придется докупать моник 120 герц. Да, это не 144 и уж точно не 240, но это как минимум в два раза выше, чем раньше. Кто не знает, на PS5 обещают поддержку 120 фпс в играх. Что, собственно, и означает, что с консоли можно будет врываться в киберспорт. Если уж на ПК это делают далеко не с лучшими железяками, то когда твоя консоль сможет выдавать 120 герц в фулл хд, то импровиться станет значительно комфортнее. Потому что, как я и говорил выше, сейчас ПК для цели подходит, ну, значительно лучше. Кстати говоря, про импровь, сейчас добавили возможность купить официальный геймпад с лепестками от Sony. Я, правда, надеялся на какой-то прогресс в эргономике контроллеров нового поколения, но там все по-старому. Ладно, хоть модуль с дополнительными кнопками сделали лицензионный. А то мне в личку уже далеко не два и не три человека писали, показывая фотки геймпадов, где они сами себе по четыре кнопки припаяли, делая самодельный скаф. Как говорил мой дед, Голь на выдумку хитра. Я вот достаточно криворук, чтобы даже не пытаться, даже по гайдам на ютубе что-то делать с вещами. Хотя у меня, между прочим, есть разряд пайщика, который я получил, обучаясь в колледже на радиоаппаратостроении. Само по себе это видео вода водой, но сделано для того, чтобы информировать вас о моем желании купить новую плойку. У меня кроме первой и второй-то консолей по сути и не было. Я закоренелый ПКшник. Мне очень интересно, как это. Хочется опять же поиграть в эксклюзивы, которые потом сольют в Epic Gameshop. Мне интересно также, какой процент консольщиков в моей аудитории. Хочется научиться играть на геймпаде, знаете так, в равных условиях с этими подпивасниками. Судя по всему, именно киберспортивная составляющая на консолях нового поколения будет куда более желанной, нежели сейчас. На примере Fortnite стабильные 60 кадров это круто, но при ремейне 45 в четвертой зоне от 60 откусят треть, а то и половину. И назвать это адекватным экспириенсом уже будет трудно. Именно этого я и жду от новой консоли. Возможности использовать наработки ПК в этой сфере, но сидя в удобной позе с геймпадом в руках, а не изображать краба-машиниста. Думаю, как же поставить клавиатуру, чтобы и локоть уместился на столе, и клава под 90 градусов не лежала. Пишите в комменты, собираетесь ли вы брать новую плойку для игры именно в Fortnite. Подписывайтесь, жмите колокол, чтобы узнавать о новых видео первыми. Стримы сейчас, кстати, проходят на Твиче и я жду новый сезон Fortnite. Правда, зачастую не Fortnite. Но ссылочка в описании. Спасибо за просмотр и до новых видео.